Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анатолий и сегодня я хотел бы коснуться такой темы с вами вместе, как боль в плече. Чаще всего боль в плече бывает с одной стороны, а реже бывает боль в обоих плечах. И есть множество причин, которые могут привести взрослого человека к болям в плече. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что человек в возрасте, скажем, 60 лет хотя бы однажды перенес боль в плече. И прежде всего мы должны различить причины, а затем постараться понять, что необходимо делать при боли в плече. Прежде всего это могут быть травмы, ушибы и растяжение плечевого сустава. И иногда бывают жесткие травмы, это удары, а бывают иногда травмы, возникающие вследствие продолжительного пребывания в одном положении, при котором угнетается плечевой сустав, нарушается циркуляция крови и возникает воспаление и защемление нерва в том числе. Затем вторая группа причин это ширины отдела позвоночника и верхней грудной. Это могут быть остеохондроз, это могут быть разного рода искажения, такие как грыжи, которые могут привести к воспалению нерва, которое идет через плечо в нашу руку. Третье. Это малая физическая активность. Человек вообще не занимается фитнесом на протяжении много месяцев или даже лет. Четвертая причина. Это наоборот чрезмерная физическая активность, когда у человека связана работа, скажем, грузчиком, или он спортсмен, который выполняет большие нагрузки на плечевой сустав, чрезмерные нагрузки. И при этом плечевой сустав может воспалиться и начаться болевой синдром. Пятое. Это артриты и артрозы. И чаще всего это бывает возрастного плана заболевания воспалительного характера. И могу сказать, что это примерно от 55 и старше лица, они могут иметь такого рода заболевания, как артриты плечевого сустава или артрозы с уже изменяющимися структурными изменениями. Седьмое. Это воспалительные дела, которые называются одним словом бурситы. И суставная сумка плечевого сустава, она может воспаляться по одной из причин, скажем, это отложение солей кальция. И нарушение гормонального фона у человека, опять же, вступающего в определенный возрастной сезон. И во время менопауз у женщин и во время изменений гормонов, работы гормонов у мужчин, это все может иметь место. И восьмое. Это духовные причины заболеваний плеч, или, скажем, воспалений, боли в плечах. Это могут быть хронические страхи, стрессы, а также депрессивное состояние человека, когда он испытывает постоянно состояние астении, то есть нехватки энергии. И за счет духовных переживаний человек теряет энергию, и проявлением этого может быть боль в колене, боль в спине, боль в плече, и это бывает такое. Что же необходимо делать? Возможности человека, с одной стороны, они ограничены, с другой стороны, человеку, каждому надо набраться терпения и продолжительное какое-то время уделить этому вопросу внимание. Снять воспаление можно как медикаментозно, так и без медикаментов, скажем, обычным голоданием сроком до трех дней на воде. Второе. Мягкие движения для плечевого сустава обязательны, и лучше всего, если они будут выполняться в водной среде. Это может быть плавание. Третье. Это массажи, курс массажа, и посещение сауны. Можно посетить сауну через два дня на третий день, мягко прогревая плечевой сустав. Четвертое. Как я уже говорил, это терпение. И вот для терпения необходимы духовные силы. И поэтому, если вы верующий человек, то вы можете просто молиться, чтобы Бог послал вам терпение, чтобы вы набрались определенных духовных сил и прошли этот путь, это время испытаний. Пятое. Это компрессы противовоспалительного содержания. И лучше всего, если вы это попробуете, разные варианты. Я, допустим, бы вам рекомендовал взять горчицу, мед, а также камфорное масло. И в течение двух-трех недель, через день, на два-три часа, поделать в вечернее время компресс на плечо. Но для этого вам будет необходима чья-то помощь и вообще помощь людей в этом варианте. Также необходима, как и помощь духовная от Бога. Итак, боль в плече, разнообразие причин и методы выхода из этого состояния. Подсуждать будем на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Спасибо. Спасибо.